вот так вот они корни вот эту книгу я открыл на фотографии потом покажу откуда взялись вот этот дурь которую до сих пор исповедует вот эти все вот эти все это просто моя гостья просто эту тему она пропускает это моя гость это мои абрикосы покажите мне хоть один абрикос белорусы вот такой со своем на научного этого центра поди пти плещем себе откуда вот это вот желание вот это злоба деревен она вот ход на 19 лет видели ход когда получается как это было давно-давно а вот уже недавно 70 годы сейчас вам покажу смотрите практически советы по садоводству полмиллиона экземпляров сейчас мы разберемся все немножко времени я в это не показывал это метро оценка нужный мужик прислал на вот мог прокомментировать полмиллиона практически совета 71 год внимание читаем при пересадке взрослых деревьев этого слоя важно расположение саженца по отношению к странам света конечно лаза умница молодец вот этот я заметили не стал фамилию называть вот через первый год можете уже в могиле это 50 лет назад он это вот 50 лет назад поэтому я не стал фамилию приходится считаться сфере после пересадки в сад понятно течение двух лет узнаете мои вот я его не стал на курсом дошел течение двух лет одни части дерева штаб ветки находятся питомники были обращены в южную сторону другие на северную растительные клетки каждый приспособлен к определенному своему роста и при пересадке сажется на постоянное место в саду испытывают резкие изменения правильных условий если обращены в другую сторону ну куда мне это надо располагать и правда не хватает это самое дальше пройдет по треневую шейху вы не хватает чисто практически на мете пятнышко потому что если бы это было полмиллиона да если все были нормальные люди питомники бы это пятнышко вы делали согласны покупает он не виноват откуда он знает только это было к один раз то советом довольно глупый чтобы с северной стороны ветки не растут но это ладно можно проходили якобы не растут вот ну то есть я это восхищаю все еще пятнышко бы добавить и получилось бы что книга полмиллиона человек научили где находится корневой шейху вот расположена 5-7 сантиметров ниже места прививки а как тогда когда советует 40 сантиметров поднимать прививку ну в общем вот эта цифра плавающая 3-4 сантиметра выше первого верхнего ответвления пожалуй пойдет уже не должно сгнить корневая шейха окажется или на уровне или даже повесит в воздухе но это не так страшно как когда под землей но не тело человека ну как так определяете учитывая размещение корневой шейхи определяете сажайте правильно ну почему не хватило не так вот чисто практического не хватило пятнышко или как я делал далеко краска или там чего или там ломаться чтобы пятнышко нанести я сам себе выкапываю я перед этим беру любую эту печёвочку ленточку полетелую от этого прививки на уровне земли завязал и еще этим как называется узелком как был на юге допустим чтобы посадить опять узелок на юге все даже не надо пачкать краской ну вот это не трудно было написать но здесь трудно было написать и тут видите как и сразу дело сдвинется а так человек он не держит сажевесу куда-то все равно посадит на обувь ну все а совет хорош хорош но тебе дальше хуже последний перед посадкой саженца подрезают корни чтобы после посадки укорачивать ветки и вроде бы все правильно но посмотрите внимательно разве так можно я всегда говорю из увечил корни увечь крон при посадке причем с запаса а здесь получается значительно сейчас корней не менее 70 80 сколько здесь корней вы компенсации правильно 20-30 процентов от остального осталось на старом месте насколько надо крону отрезать сколько оставлять верни он что пишет одну треть одну треть это ну 30 процентов а надо сколько 70 80 вот это противоречие из-за этого саженец испытывает нужду питательных веществах развивается слабо на него тут занакидываться все он уже болен да когда вот так вот жестко отрежешь но тогда надо резать первый год пересаживать не второй не в третий а то бывало и пятилетку пересаживают калечить приходится это раз вот это страшная ошибка раз 70 80 осталось земле 70 8 убирайте без всякой жалости а чтобы раны не были страшно многие говорят ну так все равно же все-таки калеча куда деваться конечно после первого года видели что полоса и наконец подрезает корни вот это страшная ошибка страшную чаши полета фотографии но это ладно чуть потом вот это вот я перефотографировался это прямо склизить страшное обвинение каждая каждая каждый кончик обсасывающий каждый кончик нельзя этого делать до саженец приживается он плохо развивается но он как правило особенно как правило экспортирует на яблони все-таки приживается но ничего что там тысячи этих самых клеток жрут листья в дырках все потому что больное вот и корни получается пышные да вот это обрезка корней это также что тут обрезаешь начинают крона вот так во все стороны и тут ага но это страшная ошибка видите как и до сих пор это видео показывал а вот это я уже коротко но это ж никакие ворота ваша заняться нечем но от нормальный саженец что вам оттелает ускорить и еще раз показывать тебе же вы кого выпустили вот я вам показываю корни ну немножко тоже это кто-то из моих учеников вырастил я уже не помню вырастил мой это абрикос сердце вот он вот такая крона да кстати довольно короткие получился обрезать их нельзя не проснуть вот эти аккорды вот и как смог вы как на хрена их обрезать вы чё им надо расти во все стороны а а это что помните вот это самое листья кормят корни и завязь и дерево вот они смотрите что получается я вам показывал когда-то подальше первокурсники тимиреевская кодек вот они улыбаются они нихрена не знают 1 елена советник знает больше не все когда-то может она их учить будет хотя сомневаюсь что она пригодится там день в это весового агронома как там был на 9000 да вроде так можно они же ничего не знают они ничего не понимают так вышла книга железо твердые обложки кто хоть разный хотели это хоть когда-то будет найти из альтернативное с удовольствием как кофе ну твердые обложки понятно ни один не ни одну книгу не купили когда шел опрос было 60 на 40 60 до нужно твердые обложки но когда пришло пора выкупать оказалось что это мягко это наберу ткань редко это очень вот у нас со всех сторон хотя она дорогая тысячи 300 пота 600 а почему потому что намного дороже когда такая вот она живет она же вот вот она раскрытая вроде бы без нее нельзя выросить сад в то же время потребности на настоящий момент нет никого ответе павел звонит мне ну хоть бы а недавно реча и все случаи один вот чем две выписал прочитал и говорит я хочу подарить замечательному соседу и сейчас еще две это самое я ему высылаю вот это есть но это такая реча и все случаи обидно что это все это надо в институте все так проходить но к сожалению китайский лимонник я ним как-то подробно расскажу а пока я просто хожу мимо отрывая листочки завариваю вот интересный пропал сто процентов даниил санкт-петербург вот сейчас цветет черешня боднера из ваших серенка ягода желтый очень вкусный вот это было раньше я попросил прислать уже с плодами куда ты делся а вот она плоды не крупные как пишу на вкус как у черешни вкусного там видите вот еще выдавить все еще не пойдет вот я кстати вижу птицы я такой вот так вот насчет этой черешни я хочу сказать следующее что уникальный случай черешня я высылал красную она оказалась желтой вот перепыление пока у меня желтая была они перепылились так друг дружкой а желтая у меня погибла я рассказывал я не успел все эти не успела думал шея вечные через не вечный я потерял желтую черешню а ему вышло красный посмотрите что получилось а почему потому что все эти черешни сада боднера желтая красная получилась это что все эти что и боку бантик так вот вы уважаемый данил так являетесь сейчас моим наследником мая черешни погибла или это все-таки желтая среза 1 года мы надо погодите желтая мокомысла это сколько лет пять четыре да 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 тогда нету это не гибрид это желтый высылал вот так как моя желтая погибла вы теперь единственный обладатель самой северной в мире желтый через боднера крема теплее намного поэтому я повторяю вы теперь обладатель самой северной в мире желтый через все мои друзья вот эти как вы становитесь моими преемниками еще раз показываю так как я до сих пор еще не закончил до бобра говорить еще раз показываю чтобы вы видели вот это подряд и подмосковье где бобры вот этот дерево могло она уже наверняка на свете его нет это подмосковье я фотографировал соседи услышали авторитет в сибири приехал я в мараховской на даче два дня изучал эти сады посмотрите что она погибает она погибает почему вот так же как у мараховского соседей чистая глина когда дожди прямо ходишь хлюпает работ поверьте прямо глина аж каблуки вдавливать вот такая почка круши не место даже на ровном месте я вам докажу даже на ровном месте только холм понятно вот эту фотографию опять возвращаюсь к чему потому что они бобры эти самые видите вот они взяли это не они где-то раздобыли это совсем уже халтура то есть середина лето он мог быть посажен весной и до середины лета сидеть тут уже давая листики это могло быть но в принципе вырасти она в таком не могло быть тем более когда они выкопали тайком садили спинами и задницами чтобы не видно было что голая корня я вам это показывал вот я к чему говорю сейчас вы почему я про бобров потому что это учеба они знают самых элементарных вещей про это уже ясно что они придумали добавки почву даже не ведая что тут надо что наоборот не надо помните как у нас этот самый приятеля уже не называемый чтобы лишний раз рекламировать ему надо любой скандал и может даже обзывать как последний слайд но главное чтобы это засветиться ставьте лайки ставьте лайки сколько он килограмм железа напихал помните это все оттуда идет вот они тоже не что пихают смотрите и так они недавно показывали как закапывать трубы вот труба и вот смотрите видите закопали что они не знают это учеба это очень важный момент будьте внимательны потому что если я взялся критиковать первый канал у которого наверняка если там у них не могут я смотрел советское время когда появились десятки этих садоводческих газет журналов у них обязательно в редакции это был закон или такое правило жесткое обязательно был если не академик то доктор наук даже хотя там тираж был 10-20 тысяч но обязательно доктор потом пару кандидатов ну а там уже а у крупных был научный консультант или зам по науки то я с одним таким дружил ваши шестьсоток пока он там был у меня печатали но это к чему значит и получается так что кто придумал эту дурь он же не сам это придумал смотрите я вам показываю дерево вот видите вот так от узора саде его посмотрите на эти корни вот если и все-таки этих я подправлю это еще это сериан анатольевич еще фильм не кончился тот кусок который касается именно вот этих поэтому а всех прошу быть внимательным куда попадет эта труба они понятия не имеют что вот это корни питательные вещества это дерновой слой да или как мы видим пахотный слой вот это вот вот это самое суп этот сам минеральный то есть он выделяет вещества которые не дают замерзнуть в идеале в 40 градусный мороз а вот это смотрите тут может быть какой-то линза тут может быть озерко вот она не может сюда пойти или наоборот она унюхала тут где-то что-то то что нужно знаете что корни могут грызть этот самый чуть и не гранит нет будете знать посмотрите вот на эти вот это сложнейшая система а это я к тому обращаюсь кто корни научил обрезать или вот это и вот труба сюда попала он вот поняли да вот тут раз и вкопали вот она теперь тут вот и конец для чего сюда воду подавать здесь остались без воды а ведь знаете две крайности засуха червям и всем прочим плохо страшно плохо тяжело и избыточная влага но от избыточной влаги крона она защищает ну а там уж как приспособиться тяжело жизненное выживание оставить где где это самое все вот это вот лить сюда воду сюда зачем а вот этот вот вместо мата пойдем дальше вот тоже груши помните я этот товарищ доктор наук там у него было я когда показывал посадка в глубокую яму огромная яма бордюрчики чтоб все сгнило там было написано правильно я посадка яблонь и груш вот смотрите груши боятся даже ровного места понимаете вот смотрите сюда даже ровного места боятся это страшно это бичево это главная причина почему у нас груш нет мы не считая того что их обязательно доизвести и чтобы наши с вами современники крупнейший в россии питомник крупнейший самый крупный вот так учил садить и тогда знаете сейчас это самое я взял вот это извините я уже раз использовал и оправдываюсь вот я специально написал что вы меня не обвиняли в том что я порнографию что это калаш технический прием в изобразительном искусстве поняли это калаш дальше все я пишу чтобы меня не обвинили в распространении порнографии сейчас поймете к чему это калаш сделал справка эту книгу я взял городской библиотеки умную поймут а вы руководство бобра конец рассказа для телеканала бобер вернемся сюда им когда-нибудь то у них же понимать еще раз у них кроме этих самых клоунов кроме этих фей которые вообще не понимают ничего с удовольствием существует руководство или кто над ними стоит обязательно режиссер само собой да и обязательно сценарист сейчас я понял так даже неважно академик он доктор наук кандидат наук он все равно ничего не понимает потому что вот это вот смотрите я специально взял вот сюда через эту ранку так это дерево погибло я взял распилил на части я патологоанатом так распилил на части чтобы вы увидели как сюда проникает спера а мороз гриб никогда не порезет в эту самую где живая ткань только мертвичина запомните грибы это помощники наши и дело жрать то что это бороться с грибами бесполезно опрыскивать это все ерунда вот он проникает когда здесь уже умерла древесина и он начинает жрать проход обеспечили задний или какой там вот вот это ваша работа это ваша работа этих современных идет глубины глубокая но их и оправдывает то что они были южанами даже тот херсонец который у них это юг украины который уничтожил практически абрикос уничтожил бы у них он еще и выживет глядишь там на юге я вот такой коллаж делал почему вот это видите голая задница это олицетворение современного садоводства любой академик вроде бы что-то делает я веду биологов садоводов этих самых агрономов вот ну которые профессия выращивают деревья ну неужели не обидно на хрена ваши все эти вот мы показали я показал мичуринское эту и не и все которые вращают это все но ведь они же все это извращают до такой степени что все что вы сделали потом оказывается это как угробили казмина все абрикосы представляете наши сибирские никто и точно так же гробит гробит вот потому что все это попадает в руки дилетанта понимаете вообще до этого дела нет этим всем докторам те которые там присутствуют на самом наверху что все извращено до последней степени что в этих самых как когда-то кто-то же говорю что раньше это действительно если ты инженер ты мог быть дойти до министра там машиностроения если ты этот самый садовод ты мог стать министром сельского хозяйства и и так далее так далее если ты прошел войну ты мог стать министр обороны что творится то даже слова виллы с одним л пишет вот дурь которая идет с с девятнадцатого века до сих пор они сидят там дремлют их же крупный план я пожалел не показал где они спят на где-то там на своем расширенном заседании ну разве так можно а это же ужас какой-то дали вот этим самым феям возможность разгуляться зарабатывать деньги уничтожая у тебя миллиона людей привет казахстана кто проедает дырки в лесах абрикоса как его из вести так у меня практически не проедает почему зазаращена дерном так там муравьев море а мои абрикос они не трогают ну пусть попробует кто-то туда залезть конец абрикос сейчас это крепость вот а и вести жрать некому ну вот нету вот как же на зло во всем вы как бы мне хотелось нет я не буду время терять дело в том что папа как я выскочила туда как теперь вернусь ё-моё а